так всем привет привет хорошо слышно видно ребят привет привет добрый вечер да 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 здрасте здрасте кто это это никто самсонов его жена юлечка привет ребят сегодня мы хотим с вами переговорить на ту тему которая волновала больше всего меня все эти четыре года вот поэтому давайте начнем с лёши лёша хотел с вами пообщаться на эту тему друзья кому интересно это касается темы так сказать на меня да ирина александровна которую нас всплыла на проекте до четыре года назад вот а тема того что как говорили там был у нас что-то или не было видите что пишет блокируйте думаю сразу кто будет писать час гадости будем сразу же блокировать хрен больше зайдете перескоп вот хочется сказать что это все на самом деле вранье неправда потому что проект это не только там жизнь да на проекте но там опять же таки есть небольшой сценарий так сказать вот и из-за того что у меня и хочу из-за того то что у меня не было давно отношения на проекте да там соответственно редактора ко мне подошли и сказали о том то что нужно что то делать и предложили мне такую тему затронув ирину александровну да и ритку сказать что с ритой у нас были отношения я это сказал да что мы там типа спали вот по желанию продюсеров и соответственно видать этого было мало они попросили сказать это на ирину александровну добавок я это все сделал мы тогда были сюда мы тогда были в ссоре тем более я заступалась за риту да то есть я из-за того то что я сказал что у нас с риткой там что-то был там секс там или еще что то вот ирину санна возмутилась по этому поводу вот я понимаю вот и мы с ней в принципе разругались вот сейчас нам здесь счет принесут спасибо вот и мы как бы на этой почве разругались потому что я что что любая мама будет заступаться своих детей любыми способами вот поэтому да в тот момент вот так вот я неправильно поступил потому что все было обманом ко мне подходит евгений да кузин и говорит ну то есть нас так сказать редактора проекта нас развели как лохов вот ко мне подошел кузин спросил сказал о том то что ирина александровна сказала что вот у нас там что-то было и на протяжении всего времени сколько у меня будут новых отношений она будет говорить всем девушкам что у нас что-то было чтобы я ни с кем не строил отношения я на это почве завелся то есть сначала не поверил абсолютно потому что мы дружили сколько меня ирина сана кормила поила вот я в принципе не мог этого сделать но очень много вранья навалилась я как бы пришлось эту тему отыграть вот и на детектор у нас детектор был потому что многие наверное скажут о том то что детектор же подтвердил я пошел на детектор с одним условием что он скажет так как нужно то есть куплен детектор вот поэтому вот ирина александрова здесь привет ребят да поэтому как бы все это вранье все это неправда потому что многие люди задают вопросы такие на улице встречают и говорят было или не было как но это уму непостижимо потому что у всех есть мать у всех есть бабушка у всех есть жена и поставьте как заплатила тебе лишь не хочет заплатила самсонову нет у меня хорошая зарплата у меня отдельная семья у меня вот жена красавица рядом сидит ну как красавица и от красавица красавица вот мне никто не платил я в деньгах не нуждаюсь абсолютно у меня официальная работа я работу зарабатываю то есть взяли квартиру взяли машину все хорошо поэтому то что я увидел недавно эфир то что мама как мама татьяна владимировна до африкантова которая мама этой марина африкантова да несет полную чушь то есть у человека до неадекватный человек с головой проблемы вот поэтому хочется расставить все на свои места да и вот я ирина александрова посоветовал я не знаю как она поступит или не поступит да я посоветовал в суд подать на татьяну владимировну вот чтобы за клевету абсолютно никаких доказательств все что было сказано сторону ирина александрова никаких доказательств нету никаких и быть их не может потому что этого не было вот поэтому как бы хочется еще одного какого-нибудь такого прямого эфира где бы я поучаствовал на любом канале вот и соответственно если будет суд я соответственно приду туда и поддержу ирина саму потому что из-за проектного сценария вот так вот в жизни мы как бы потеряли общение на четыре года все прекрасно знают такой льет грязь при засыпально navigator даже не понимаете взрослые люди все взрослые люди действительно все должны понимать на проекте льет друг на друг в грязь это проект который заставляет людей-там не узнаю сталкивают лубами все играют там ну это явно понятно было поэтому думаю что взрослые умные люди сейчас прекрасно понимает что и это все было по проекту а те кто верит пожалуйста как бы это ваше дело все жена сказал я продолжаю теперь хочу еще одну сказать да все спрашивают там есть сценарий нет сценарий на проекте я могу так сказать 90 процентов сценария а 10 процентов жизнь идет то есть если у людей скандалы конфликты то зачем нужен какой-то сценарий потому что это всех устраивает и ведущих и редакторов и зрителей потому что я с вами соглашусь да наверное приятнее гораздо смотреть не поцелуйчики какие-то обнимашки там салавашки да какие-то скандалы поэтому проект построен на скандалах вот и соответственно такие как вам сказать такие истории там мутят поэтому все это вранье все это ложь если была бы эта правда мы бы сейчас не общались абсолютно мы бы сейчас не общались и то есть я бы не вышел на связь с ириной александровны не вышел бы на связь с ириной александровна если было бы это правда вот то есть у нас бы обиды такие обиды не забываются до конца как бы жизнь так сказать потому что это очень плохо вот и все еще раз повторяю кто будет сейчас писать гадости до всех буду в блок ставить прям блокировать вначале сейчас решили оправдаться восемь лет я еще раз пояснил четыре года есть восемь лет это четыре года надо слушать внимательнее я до их всех ну ведь они вот трактором завод заводском привет салам салам вот поэтому друзья все это вранье не верьте продолжайте смотреть проект если он кому интересен вот насчет татьяна владимировна она в любом случае свое получит вот девяностые года как бы прошли да но там немного полегче было с этими делами вот а так все официально все законно она то что заслужил она все свое получит потому что я считаю что чела на человека лить грязь ладно когда вы вдвоем стоите ругаетесь говорите все что угодно а когда на всеобщее обозрение на российском канале да на нтв на нтв это все было вот поэтому я считаю что это человек не дружит с головой на самом деле вот ну и баров я ему звонил я считаю что ебаров это как вам сказать я считаю что он чмо потому что мужчина если ну как бы мужчина должен отвечать за свои действия отвечать за свои поступки вот я делаю сейчас это да я отвечаю за свои действия отвечать за свои поступки которые совершил 4 года назад когда слушал поздно чем никогда вот понимаете и баров он ему на нтв заплатили денег 30 тысяч рублей вот и я уверен что я не знаю там большинство людей за эти деньги скажешь скажут все что угодно вот и все это всего ли это телевидение ребят кто не было телевидение тот не может это понять а мы все понимаем что и к поэтому как бы такие дела дарим сам да ребят ну вот как бы сегодня будет перископ короткий потому что все что хотели мы сказали вот мне платили мне ничего не платили на нтв вот дальше что я могу так сказать я хотела сказать что все эти четыре года мне было очень неприятно когда мне многие писали везде где только можно о том что я падшая женщина о том что я спала с молодым мальчиком и так далее вот наконец-то наверное надо было мне пройти этот путь очищения за какие-то грехи я не знаю за какие но я знаю точно что я никогда не позволяла себе такого и что раньше мы хорошо всегда общались с лёшей были как какие-то ссоры проектные и для меня это было целым откровением сегодня мы поговорили я рассказала что говорили мне на эту тему что что нужно делать что говорили лёша услышала я поняла что нас действительно столкнули лбами развели обманули и просто сделали такой вот трешевый эфир но к сожалению треш прошел на проекте но для в моей жизни это треш длился уже четыре года какая боль была я даже себе представить не могу я вот сказала ребятам что после того детектора мне не хотелось жить я ехала на машине ушла с проекта мне просто хотелось разбиться насмерть и поэтому я вас очень прошу прекратите больше разговоры на эту тему потому что это действительно больно у меня трое внуков у меня трое детей у меня муж и в принципе конечно больше всего это бьет по мне и по ним в том числе поэтому мы нашли в себе силы через четыре года встретиться поговорить простить друг друга у лёши вот скоро будет сын ой или дочь или дочь ой вот я хотела бы я хочу я хочу их поздравить от всей души и так скажу что мы все верим в бога и надо уметь прощать друг друга я сегодня мне кажется что мне вот гораздо легче стало от того что наконец-то вот мы увиделись и поговорили от того что все эта ситуация наконец-то разрешится по крайней мере для меня для моего морального состояния который сейчас не лучшим виде ребят видели меня то и дело слезы на глазах вот она так вот заканчивается еще хочу сказать то что многие из вас да путают и ошибаются когда говорят о том то что вот ирина александровна там с молодыми там или еще что-то у многих как вам сказать не у всех вас мамы выглядят так как ирина александровна ирина александровна следить за собой то есть несмотря да там не важно сколько лет человеку да главное там я не знаю там 40 там 50 может 60 70 80 лет любому человеку может быть а в душу молодой ирина александровна она молода в душе понимаете и она любит она она любит она как бы вам сказать наравне со своими дочерьми понимаете то есть на тусовках там или еще что то это ничего не означает понимаете потому что вы же не говорите когда девочкам там по 25 лет да там они там тусуют там или еще что то потому что это нормально это нормально понимаете а когда мама эти девочки тоже с ними тусуют вы считаете что это нормально это нормально в душе молодости это респект должен быть таким людям вот такие люди как татьяна владимировна да там африкантова мама марина африкантова да на самом деле ей далеко вот как многие писали ей далеко даринсанны и я считаю что это да это не может быть это зависть полнейшая зависть человек не дружит с головой человек у человека с нервной психикой проблемы все видите ее реакцию просто как она общается как она там моргает как на разговаривать все это прекрасно видно поэтому я считаю что рим сам не стоит ни в чем винить потому что она действительно бабушка у нее трое внуков два внука одна внучка правильно да трое детей две девочки один мальчик сегодня хорошо есть муж все замечательно поэтому проектные темы это проектные темы то есть бывают они знаете сразу как бы так вам сказать разрешаются вопросы там на проектных на новом проекте а бывает вот видите спустя четыре года бывает и такое то есть из-за проекта мы перестали общаться то что нас столкнули лбами вот поэтому вот мы любим тебя от этого это про это не ввязываясь в это я в это не ввязываюсь я в это ввязался четыре года назад и ввязался это благодаря проекту дом 2 понимаете в реально в жизни я бы так не поступил и опять же повторюсь на детектор и я пошел только при поддержке редакторов которые мне пообещали что детектор покажет все положительно вот и все чтобы я не оказался дураком что я говорил 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 как она там ну как мне просили об этом а в итоге пришел детектор показал наоборот поэтому я заручился поддержка ведущих и мы вывели так сказать эту тему вот так что всем счастливо всем удачи вот мы будем также продолжать дружить общаться вот я на самом деле жалею что эти четыре года и потерял вот общение там с ритой соли с ильей там с ринсан и вот но лучше поздно чем никогда поэтому вот в жена моя тоже говорит вам пока пока да вот арен сам пока ребят да